У меня есть жизненная история, я не знаю, может быть, я ее рассказывал, может, читал, вы, пожалуйста, извините, но Бог почему-то побудил сегодня тоже еще рассказать, не знаю, чтобы коснулось от сердца нашего, потому что в нашей жизни, смотрите, с самого начала проповедь была о семье, о доме, о жизни, о детей, о детях наших, пусть Бог благословит. Перед этим я прочитаю Марка, 4 глава, о семене, помните, было семя и сеется Слово Божие, и оно падает на разные места, но я хочу немножко подметить, А посеянное в тернии означает слышащие Слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают Слово, и оно бывает без плода. То есть Слово сеется, это Слово Божие сеется, оно хотим и не хотим, но оно сеется. Но опять же, какая наша почва, готова ли она, обработанная ли она и желает ли она изменения. И вот я хочу почитать об одной семье, то есть жизненная ситуация, были муж и жена, молодые поженились, даже как и у нас, смотрите, молодые женятся, выходят замуж, появляются дети, семьи, то ходят на собрание, то не ходят на собрание, служим Богу, не служим, занятые. Но это наподобие такой жизненной ситуации. И вот муж был на работе, и под вечер он идет домой. И вот он, говорит, подошел к своему дому, и он, глядя на дом, остановился. А его звали Николай, а жену звали Таня. И в дверях кухни он увидел свою жену. Она еще готовила ужин, и по ее лицу он заметил, что она чем-то отмущена. Николай вошел в дом с желанием узнать, в чем дело, что случилось. Посмотрел на жену, он спросил, Таня, что с тобой? У тебя такой вид, как будто ты видела сегодня какое-то явление. Нет, Николай, я не видал никакого явления. Но с того часа, как побывал у нас, побывала какая-то удивительная особа после обеда, то у меня появилось такое чувство, как будто я увидела образ Иисуса Христа. Вот как? Так тебя какой-то испугал? И кто же сюда приходил? Мужчина или женщина? Мужчина, Николай. Но я его совсем не знаю. Одно только ясно, что он не здешний. И по поведению своему, во-первых, он неумело открывал калитку, потом подошел к двери, позвонил, и я открыла ему. Он приветливо усмехнулся и спросил меня, живет ли Иисус Христос в вашем доме? Что он спросил? Живет кто-то или живет кто-то у нас? Он меня спросил, живет ли Иисус Христос в вашем доме? Что за удивительный такой вопрос? Так как живет ли Иисус Христос? А вот такой удивительный вопрос Николая. Николай подозрительно оглянулся, кругом ничего не сказал жене, и скоро вышел из кухни и пошел на улицу. Кто бы мог подумать, что этот вопрос мог так подействовать и на него? Что он не знал, что сказать твоей жене? Во время ужина Николай стал расспрашивать про этого гостя. И кому же это хотелось знать все наши потребности, нашей духовной жизни? Видно было, что всего, что посещение незнакомого не давало ему покоя. А скажи, пожалуйста, Таня, что ты ответила, когда он спросил, живет ли у нас Иисус Христос? Что я могла ему ответить? Я была так удивлена его вопросом, что не могла вымолвить ни слова. Я открыла свой рот и смотрела на него, как будто он упал из другой планеты. А почему ты ему не сказала, что мы ходим в церковь, принадлежим? Какой ты удивительный! Он меня не спрашивал про церковь. Его, наверное, это не интересовало. Он хотел только узнать, живет ли в нашем доме Иисус Христос. Но все же таки ты могла ему сказать, что мы ходим в собрания. А он меня не спрашивал, ходим ли мы в собрания или не ходим. И кроме этого, ты сам знаешь, что мы много времени прошло с того, как мы уже были в собрании. Да, оно может быть и так, Таня, я знаю. Но время от времени мы бываем там. А между прочим, ты сама знаешь, что в собрание, в воскресенье мы не можем ходить, так как нужно пойти на базар. А вечером после работы мы должны работать дома. Послушай, ты только голову морочишь. Времени нет. Ну, подумай, на все время у нас хватает. Только в собрания ходить не хватает. Хорошо. Пусть будет и так. Но почему ты не сказала ему, что мы читаем Библию каждый день? А он меня не спрашивал, читаем ли мы Библию или не читаем. И как я могла сказать, что Библию читаем? Как нашу Библию больше года как дети порвали. Дети Библию порвали? А почему же ты мне ничего не сказала? А ты мне никогда не спрашивал о ней. Но тебе надо было бы сказать этому человеку, что мы поддерживаем церковь материально. А его это не интересовало, даем ли мы деньги или нет. И как я могла сказать, когда мы этого не делаем? Таня, что ты говоришь? Ты же должна помнить, как когда-то мы давали на праздники. Да, мы когда-то раздавали, а теперь и не ходим, и не даем. Но все-таки неправильно ты поступила. Почему ты не сказала этому человеку, что у нас в спальне на стене висит текст из Библии? Правда, в гостиной нет, потому что сама знаешь, что это неудобно. Но вопрос был не в том, пойми, наконец, что тот человек хотел узнать только, живет ли у нас в доме Иисус Христос. А почему ты не сказала, что мы посещаем больных? Так это было тогда, когда мы только поженились. Ну, хорошо. А этот человек что сказал тебе на то, что ты ничего ему не ответила? Он мне ничего не ответил. Он подружески поклонился, простился и ушел. После его ухода я рассуждала над его вопросом, живет ли в нашем доме Христос. Дорогие друзья, вопрос стоит перед нами, живет ли в нашем доме Иисус Христос. А если нет, то послушайте, этот же вопрос опять звучит, живет ли Христос в вашем доме. Аминь. Пусть Господь даст нам мудрость и поразмышлять и над этим.